Братья и сестры, я тоже вас всех приветствую. Скорее всего, приходилось говорить с другим человеком о христианской вере. И, конечно, имею возможность разговора, мы используем разные попытки, чтобы привлечь нашего собеседника к христианской жизни. Ну, как мы это обычно делаем? Обычно мы подчеркиваем самые положительные аспекты веры. Аспекты, которые, ну, как-то удовлетворяют человека. Быть может, мы говорим, ну, христианство – это путь к счастливой семье. То есть у тебя будут хорошие отношения с женой, у тебя будут воспитанные дети. Или мы можем сказать, что христианство – это порядок, придающий смысл жизни. То есть мы пытаемся сказать человеку о том, что он приобретает. Вот стань христианином, и ты что-то приобретешь. Конечно, в этом нет обмана. Однако не это является началом. Знаете, вот мы с вами продолжаем изучение личности нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня мы с вами попытаемся посмотреть на тех, кто уже следует этой личности. Попытаемся посмотреть на последователей Иисуса Христа, на его учеников. И мы с вами это сделаем со стороны именно его призыва. То есть то, как он видит своих последователей, что он говорит о значении следования за ним. Давайте мы прочитаем вместе отрывок, который записан тоже в Евангелии от Матфея, 16 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. «Бо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Если вы заметили, вот Евангелист Матфей говорит о каком-то особенном времени. То есть какое-то особое время, в котором случается разговор Христа и его апостолов. Ну, позвольте напомнить события, которые оформляют поискование евангелиста. Я думаю, изучая жизнь нашего Спасителя, в нашей памяти, когда мы читаем Евангелие, очень часто остаются географические названия, с которыми впоследствии мы связываем те или иные события. Ну, город Вифлеем, а или Нагорная, проповедь, Гефсиманский сад, гора Голгофа и многое другое. А вот повествование 16 главы Евангелия от Матфея знакомит читателя с городом Кесария Филиппова. Ну и поскольку мы с вами коснулись географии, интересно будет отметить некоторые факты об этом городе. Если проследить маршрут Иисуса Христа, маршрут путешествия нашего Господа, то город Кесария Филиппова будет самой северной точкой, куда приходил Иисус. Он достиг этой северной точки, затем его путь развернулся. Развернулся на юг, и это был уже решительный путь Голгофе. Город Кесария в основном языческий город, ну даже своего рода центр поклонения языческим богам. А к чему впоследствии добавилось почитание римского императора. Именно здесь ученики отвечают на вопрос Иисуса Христа о том, за кого почитают его люди. Итак, особенность времени, о котором говорит нам библейский текст, заключается в том, что Иисус впервые, вот именно здесь, в пределах города Кесария, говорит ученикам о своей смерти на кресте. Впервые ученики Господа слышат о том, что он будет отвержен народом, о том, что он будет убит, и о том, что он в третий день воскреснет. Получается, что в учении Иисуса Христа это новый этап. Его ученики должны иметь правильное представление о Мессии. Пострадает, будет убит, и затем воскреснет. Я думаю, знакомый для нас с вами библейский текст, которого мы с вами видим, и Евангелист показывает это. Ученики, которые к такому еще не готовы. Новый этап учения Иисуса Христа, к которому ученики еще не готовы. В их понимании характер Мессии отличается от того, что открывает Иисус. Господи, да не будет этого с Тобою. А в этот раз ученики не просто начали обсуждать слова Иисуса Христа между собой. Они просто начали шептаться друг с другом за спиной Учителя. Как случалось не раз, Петр вслух говорит о том, что думали все остальные. Вот эти маленькие детали библейского текста, которые показывают нам напряженный момент. И 22 стих говорит следующее. «И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему». Ну попробуйте представить себе, что происходит. А что значит «отозвал Его»? Между прочим, имеется в виду не только «отозвал голосом», имеется в виду взять под руку и отвести в сторону. Апостол Петр наглядно демонстрирует, насколько новым и трудным для понимания была роль библейского Мессии. Если вы когда-то сталкиваетесь с похожим, если когда-то трудно вам понять Господа, вот в этой борьбе вы не один. Человеческому разуму часто приходится бороться в себе и бороться с собою даже после обращения к Богу. Часто мы с вами говорим Господу, Господи, да не будет этого с тобою. Может быть, именно поэтому Господь предупреждал учеников не говорить о том, что они знают, что Он Мессия. То есть самым близким ученикам, тем, которые расположены к Нему, трудно было понять и принять роль Мессии, что тогда можно говорить о народе в общем. И так наступает время для учеников. Ну, давайте скажем, время думать глубже. Время думать немножко так, как они думали. Наступило время представить последующий путь своего Учителя, своего Спасителя. И на данном моменте по иствованиям еще очень трудно увидеть, что вот эта катастрофа, о которой говорит Господь, она действительно может стать целью Бога. Дело в том, что ученикам Христос сказал о каком-то глобальном отвержении. Ему нужно много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников. Старейшины, первосвященники и книжники – это три группы, которые вместе составляли Синедрион, или самое высокое государственное учреждение. Учреждение, облаченное властью. Из Священного Писания мы видим, что авторитет Синедриона распространялся даже на иудеев, которые жили за пределами Палестины. Ну, к примеру, вспомните Савла, который имел письмо, а письмо, которое давало ему право арестовать христиан, даже тех христиан, которые жили за пределами Палестины в городе Дамаск. Итак, Иисус должен быть отвергнут на самом высоком уровне. Таким образом, отчуждение между Христом и Синедрионом уже необратимо. Вот это вот повествование Магелиста Матфея, оно также оформлено очень красиво. А контраст там в том, что и как говорит апостол Петр. То есть в течение очень короткого времени Петр слышит от Господа и благословение, и упрек. «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Проходит короткое время, Христос тому же Петру говорит «Отойди от меня, сатана». То есть в одном случае Петр говорит слова, вдохновленные Богом, а в другом случае камень, Петр, становится уже камнем преткновения. Апостол пытается помочь с точки зрения естественных человеческих соображений. Итак, Кесария Филиппова. Новый этап учения Христа. Этап, с которым ученикам еще трудно согласиться. А теперь давайте мы посмотрим, обратим наше внимание на слова Господа, о жизни Его последователей. То есть в этом же разговоре Христос что-то говорит о своих последователях. Ну или как Иисус показывает христианскую веру. Тогда Иисус сказал ученикам своим «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» А между прочим, Господь действительно говорит о счастье. Он говорит, что христианину будет какая-то польза. То есть слово это есть в отрывке. Действительно, Господь говорит и о смысле жизни. Очень интересно, Христос говорит, что следующее за Ним обретет душу свою. Или Он обретет жизнь свою. Но для нас очень важно заметить, для нас очень важно отметить, каким путем мы приобретаем счастье жизни. Каким путем и какой ценой жизнь, последуя за Христом, она обретает смысл. Отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Давайте осуществим наше внимание именно здесь. Итак, Христос только что обозначил свою последующую жизнь. Отвержение, смерть и воскресенье. Оказывается, те, кто следует за Ним, разделяют именно эти события Его жизни. Похожим образом, Христос говорит об учениках, об последователях. Отвергнись себя и возьми крест свой. Без всякого сомнения, нельзя понимать все сказанное Господом буквально. Некоторые цитаты, вы это заметите, они являются фигурами речи. То есть мы часто встречаем такие фразы, которые придают речи какую-то эмоциональную краску. Фразы, которые передают настрой и усиливают выразительность. То есть в нашем отрывке подчеркивается то, что обязательно должно произойти с нашим Я. И Господь говорит это следующим образом. Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. А первый вопрос, на который, вот смотря на этот 24 стих, на который хотелось бы ответить, ну вот, отрицание себя или взятие креста, относится ли это к цели жизни христианина? То есть, ну, мы с вами пытаемся вот посмотреть, что же имеет в виду Господь. Отвергнуться себя, взять крест. В этом или цель нашей с вами жизни? Внимательно почитать, братья и сестры, ну, совсем нет. То есть цель не в том, чтобы отвергнуться себя или взять крест свой. Господь не говорит о том, что цель следования за Ним заключается в том, чтобы отвергнуть себя. Скорее наоборот, без отрицания себя мы даже не сможем начать. Вот о чем говорит Господь. Если ты не отвергнешь себя и не возьмешь крест свой, ты даже не сможешь начать следовать за Ним. То есть это не цель нашего пути, это начало нашего пути. В нашем внимании самый начальный принцип христианской жизни. Итак, с чего начинается христианский путь? И это, может быть, к нашему сожалению, далеко не положительные аспекты веры, а отрицательные аспекты веры. Отвергни себя и возьми крест свой. Отвергни себя. Можно попробовать, ну, перефразировать, это очень динамичное выражение. Если подбирать другие слова, ну, что можно было бы включить? Вот несколько вариантов. Отвергни себя или, ну, не обращай внимания на себя. И больше не думай о себе или откажись от прав на себя. Вот эта форма глагола как раз выражает условие, очень строгое условие. Прежде чем человек сможет следовать за Христом, он должен перестать думать о себе. А вы знаете, вот когда вот, ну, пытаешься подумать, ответить на этот вопрос, что значит отвергнуться себя, самое первое, к чему вот тянется наш ответ, это, скорее всего, сказать о каких-то вещах. То есть мы очень хотим сказать, показать, что отвергнуть себя означает отказаться от каких-то вещей. Ну, давайте крайности возьмем. Не курить, не пить, не обманывать, не воровать. Мы бы сказали, вот начало пути. Откажись от этого, и ты становишься христианином. Ну, к примеру, есть очень много людей, которые отказываются от сладкого, которые отказываются от шоколада или от чего-то жирного, отказываются ради дисциплины или от необходимости избавиться от лишнего веса. Обратите внимание, что Иисус Христос, наш Господь, не говорит о вещах. Если бы Он сказал о вещах, это было бы слишком просто. Отказаться от себя, отвергнуть себя, совсем другое. Попробуйте себе представить предмет, который вращается. Давайте возьмем что-то большое, нашу планету. Вы можете подумать о колесе автомобиля. Вот линия, вокруг которой вращается земля, называется осью. Если вы подумали о колесе автомобиля, то колесо также вращается вокруг оси. Можете себе представить, что движение всего вашего автомобиля связано с осью колеса. Точно так вращение земли связано с осью. Если в этом смысле подумать о человеке, что является осью жизни человека? Нормальном состоянии осью жизни любого человека являются его личные интересы. Жизнь строится на том, что выгодно мне и его личные желания. Все остальное связано и привязано именно к этому. А теперь попробуйте представить себе себя на месте человека вот с такой вот осью жизни, который слышит слово Господа «отвергнись себя». То есть этот призыв Господа, что я хочу сказать им примерами, это призыв, который касается самого стержня природы человека. Призыв «отвергнись себя» касается самого стержня природы человека. Господь говорит о том, что составляет всю нашу жизнь. Именно поэтому сказать о вещах было бы легче. Ну, понять этот призыв Господа поможет наглядный пример. Знаете, для нас с вами оставлен замечательный пример отречения себя, пример жизни не для себя и не вокруг себя. Конечно, это Господь наш Иисус Христос. Вот так вот интересно пишет в Нем Священное Писание, да, вот показывает Его жизненный путь. И не только вот этот вот жизненный путь, но Писание говорит о том, что Иисус Христос прошел путь уничижения. А путь уничижения или путь, как мы можем с вами сказать, отречения себя, которому теперь Он учит нас с вами. Иисус Христос, равный Богу, принимает образ раба. Равный Богу стал человеком. И только в этом путь уничижения. Библия говорит о том, что Он не только стал человеком, Он еще и принял смерть. И не просто смерть, а смерть на кресте. В этом можно заметить движение к большему. И вы знаете, если посмотреть на путь Господа ко кресту, вот на этом пути ко кресту, вы знаете, что было самым важным? Самым важным было то, что Христос сделал со своим Я. Самым важным было то, что Христос сделал с собой. И Священное Писание для нас с вами находит очень нужное и важное слово «Уничижил себя». Я думаю, вспоминаете, это библейский текст, слова апостола Павла из послания к филиппийцам, 2 глава, 7 стих. «Уничижил себя самого, приняв образ раба». Между прочим, слово «уничижил» стало большим христианским, богословским термином. То есть это целое учение, это целая доктрина, которая объясняет то, как Бог, находящийся над временем и пространством, воплотился во времени и пространстве самоуничижения Христа через во человечине, вплоть до принятия, вольного принятия им крестного страдания и смерти. Уничижение Христа, уничижение собственной воли и всецелое послушание совершенной воли Бога. То есть именно так Священное Писание объясняет воплощение Христа. Именно так осуществляется подражание Ему. Уничижение собственной воли и всецелое послушание совершенной воли Бога Отца. Самая напряженная борьба Иисуса, она проходила в Гефсиманском саду. Знаете, вот в этой борьбе для Него очень важной была как раз таки воля Небесного Отца. Мы очень хорошо знаем эти слова. Да будет воля Твоя. То есть нет никакого интереса в своих правах, нет никакого интереса в своей славе. Ничего. Ничего не осталось неподчиненного Богу. Это пример Господа. И к этому Он призывает учеников. Смирение, которое приносит свою волю к престолу Бога. Ну, еще один такой пример, может быть, более человеческий. Знаете, мы с вами очень хорошо понимаем, ну, вот, что, допустим, такое красота, да, и понимаем, что красота – это очень относительное понятие. Мы очень хорошо понимаем, что красивым человека делает не только его одежда, прическа или черты лица, а вот по-настоящему красивым человека делает характер. Не так ли? А вот если говорить о красоте христианского характера, в чем красота этого характера? Какую часть христианского характера можно назвать главной? Вот той частью, которая делает нас с вами красивыми. Вы знаете, если говорить о красоте христианского характера, красота заключается в том, когда человек живет для славы Бога. Когда человек не живет для себя. Между прочим, это огромная сила Жить для славы Бога – это огромная сила, которая приведет человека на край света. Это огромная сила, которая проведет человека через любые опасности и трудности. Апостолы Господа жили этой жизнью. Вот свидетельство апостола Павла, он говорил, что я каждый день умирай. Он говорил об опасностях, которые сопровождали его жизнь, о трудностях его жизни. А в целом это была жизнь для славы Бога. Вы можете себе представить, братья и сестры, Бог может украсить наш с вами христианский характер. Начинается днем, когда мы умираем. Умираем для себя, умираем для своих мнений, вкусов, предпочтений. Когда мы умираем для мира, который бы одобрял наши поступки. Когда мы стараемся представить себя Богу достойным. А теперь это ось, это ядро нашей с вами жизни. Все остальное связано с этим. И если Евангелие не проникнет сюда, оно останется бездейственным. Если Евангелие не проникнет сюда, оно останется бездейственным. Обратите внимание, что внешне мы можем быть довольно хорошими христианами. Мы можем казаться достойными, деятельными. Мы можем казаться занятыми. Но очень важно, чтобы ядро было задето. А с другой стороны, не нужно думать, что это вот состояние отречения, оно исключает какую-то борьбу. Совсем наоборот. Совсем наоборот, именно в этом мы с вами найдем самую ожесточенную борьбу. Вот в своей жизни. Это есть сфера, в которой происходит нескончаемая, ожесточенная борьба. Я думаю, вам очень хорошо известно эта борьба. То есть не всегда понимание хорошего, правильного, оно способно одолеть нашу старую и крепкую волю. Больше того, иногда наша с вами душа, она просто рвется на части вот в этой борьбе. Писание об этом говорит. Говорит, что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. То есть так и получается, что все-таки мы одобряем одно, но следуем совсем другому. В этой арене борьбы мы с вами часто оказываемся больше на стороне того, что осуждаем, а не стороне того, что одобряем. Вроде мы познаем истину, знаем истину, но все-таки остаемся привязанными к земному. Знаете, если говорить о борьбе, о наших попытках, о бессилии, вот в этом вопросе часто просто удивляет забота Бога. Его присутствие, Его забота. Несмотря даже на то, что мы вот такие люди, люди с очень крепкой старой волей, братья и сестры, Бог повсюду просвещает нас. Бог повсюду просвещает нас, Он не дает нам покоя, не дает нам уснуть. В послании кефестинам есть очень такие красивые слова, которые для новости христианских проповедников стали вот таким поводом немножко порассуждать. Помните, вот в пятой главе написано «Встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот этот проповедник очень древности. А читая Табилейский текст, он рассуждал, он даже говорит, что ну весьма часто, особенно если, вот я устал, если даже вы устали, если мы сильно устали, мы желаем продолжить приятный для себя сон, не так ли? Утром мы так хотим поспать, особенно если устали. То есть мы охотно придаемся сну, хотя давно настало время для дел. И вот смотря на этот библейский текст, смотря на борьбу, которую происходит в жизни, этот проповедник замечает и говорит, а подумайте о том, что часто спящие говорят, когда их пытаются разбудить. Что говорят наши дети, когда пора вставать на богослужение, да, их родители пытаются разбудить. Ну, они говорят сейчас, сейчас, ну еще чуть-чуть, подожди маленько. Блаженный Августин читает близкий текст, сказал, вот кто мы, пленники закона греховного, тягостное, ненавистное проповеджение. Знаете, на территории многих древних государств сохранились места, которые называют цитадель или крепость. А в древности цитадель города имела очень важное значение. А цитадель – это крепость внутри города. Цитадель – это укрепленная центральная часть города. Вот если город захватывали враги, то самым последним убежищем для защитников становилась цитадель, Брестская крепость. Знаете, вот наше с вами «я» – это цитадель. Наше с вами «я» – это цитадель, это крепость. Наше с вами «я» будет готово к любым жертвам, к любым расстояниям, только бы остаться в покое, только бы продолжать существовать. Поэтому последний враг верующего, скорее всего, это я сам. Но наш Господь Иисус Христос претендует именно на это – отвергнись себя. А следующее – Христос говорит о кресте. Призыв отречься себя может звучать динамично, но не настолько страшно, как вот этот следующий его призыв – «возьми крест свой и следуй за Мною». Между прочим, для учеников это было знакомо. Они, если не встречались лично, то, скорее всего, они слышали о людях, которые когда-то брали крест. В Древнем Риме распятие было основным видом жестокой, позорной, мучительно-смертной казни. Так казнили особо опасных преступников. К примеру, после восстания Спартака все взятые в плен рабы этого восстания, их было около 6 тысяч человек, они были распяты на крестах. То есть человек, который брал крест, живым уже не возвращался. А вот когда Господь сказал «возьми крест свой», то есть о чем могли подумать ученики, они прекрасно знали, что если человек взял крест, а живым он уже не возвращался. Ну, какое значение эти слова имеют для последователей Иисуса? С одной стороны, важно помнить, что Христос не говорит только о кресте учеников. То есть не только о кресте учеников говорит Господь, а сначала Он показал свой крест. Сначала Он показал свой крест, потом показывает крест учеников. То есть это новый этап учения. А Господь, с одной стороны, начинает открывать смысл и значение своего собственного креста. Открывает понимание учеников в том, что необходимо Ему, Он должен умереть, пострадать на кресте. То есть в этом случае Он принимает роль пророка. Он не только точно предсказывает события своей жизни, но Он объясняет древние пророчества, пророчества Ветхого Завета. И при этом Христос говорит о значении креста не только для себя, но и для своих последователей. Конечно, крест нашего Спасителя имеет очень важное значение именно для грешника. Именно для грешника крест Христа имеет очень важное значение. Ну, распятие нашего Господа – это место, место, где происходит замена. Вина грешника, осуждение грешника ложится на искупителя. И ложится таким образом, что наказание за грех оплачено, сила греха сломлена, а сквернение от греха очищено. Именно поэтому эмблемой библейского спасения становится крест. Оказывается, крест имеет важное значение не только для грешников, но и для учеников. Ведь ученики, ученик – это последователь, который идет за учителем. Поэтому Иисус Христос для своих последователей становится не только Спасителем, но и наглядным примером. Мы учимся, перенимаем Его образ жизни. И для апостолов это действительно было новым элементом понимания. Только теперь не только понимание роли Мессии принимает новое направление, а вся их жизнь принимает новое направление. Итак, как грешники, мы с вами находим покой у креста Иисуса. А для учеников крест становится примером жизни. Как грешники, мы находим покой у креста, а как ученики, братья и сестры, мы берем крест. Как грешники, мы находим покой у креста, а как ученики, мы с вами берем крест. А следование за Иисусом Христом в определенной мере и обозначает смерть. То есть следование за Христом обозначает смерть. Между прочим, Матфея не единственный из апостолов, кто пишет эти слова учителя. То есть, похоже, мы с вами находим в других Евангелиях, в Евангелии от Марка, Евангелии от Луки. Давайте попробуем прочитать параллельное место из Евангелия от Луки. Он тоже, Лука, тоже повторяет слова Иисуса Христа немножко в другом контексте. В 14 глава, 25 стих написано следующее. Со Христом шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им слова, которые мы с вами читали. То есть Христос говорит о смысле следования за Ним тогда, когда число последователей увеличилось до множества. Представьте себе Господа. Он очень хотел, чтобы вот эти вот люди, которые в большом количестве уже следовали за Ним, чтобы они не ошиблись. Он очень хотел, чтобы они не разочаровались впоследствии. А в послании Евангелии от Луки Христос даже три раза повторяет слова «не может быть моим учеником». То есть трижды эти люди слышат «не может быть моим учеником». То есть, с одной стороны, Господь призывает к продуманному следованию. Почему? Потому что ученичество подразумевает смерть. Конечно, опять мы с вами отмечаем, и вы же уже отметили, что не обязательно о физической смерти говорит Господь. То есть именно этим отличается наш крест и его крест. Хотя многие из учеников Христа примут физическую смерть, но это не главное. Образное выражение «возьми крест свой» говорит о том, что крест становится частью жизни последователя. Мы с вами не берем крест для того, чтобы оправдать себя или добавить что-либо к искуплению Иисуса Христа. Это невозможно. И так крест – это не физическая смерть. Не смерть, как искупление, но действительная смерть. Поэтому ученичество действительно подразумевает смерть. Если это не путь, к которому мы с вами идем, мы не можем быть его учениками. Обратите внимание, опять интересно, говорит Господь, не делит жизнь ученика на какие-то уровни. Допустим, Он не говорит о том, что есть высокий уровень, когда я тебя называю ученик. Он не говорит о том, что есть средний уровень, когда ты почти ученик. И есть низкий уровень, когда ты вот-вот только становишься учеником. Он утверждает категорично, не может быть моим учеником. То есть вот этот вот призыв Господа, он не разделяет нашу с вами жизнь на какие-то уровни. Крест означает наше с вами самопожертвование. Крест означает наше с вами самопожертвование, пожертвовать собой. Скорее всего, связано с той же самой осью, с тем же самым ядром существования человека. Посмотрите на характеристику жизни человека, который берет свой крест. В Англии Матфея, 16 глава, 25 стих, вот что Господь говорит. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот ее обретет». Что значит взять крест? Взять крест значит потерять душу. Имеет в виду жизнь, потерять жизнь. Также присутствует контраст с человеком, который отказывается взять крест, жизнь свою сбережет. Очень резкое различие. Один человек отвергает крест, а другой человек принимает крест и позволяет кресту ухватить все сферы своей жизни. Оказывается, сохраняя жизнь, мы ее теряем, а приобретаем, теряем. Очень важный вопрос. Отдать жизнь Богу или сохранить жизнь для себя? Звучит не совсем понятно. Вот эти требования Бога не всегда понятны для нас с вами. Почему Бог требует самого важного, что есть у меня? Почему Он требует жизнь? Неужели Бог настолько жесток, чтобы забрать жизнь у человека? Неужели Он просто лишает нас каких-то ценностей? Знаете, вот понять нам с вами поможет устройство жизни израильского народа, а именно система жертвоприношений. Вот когда проходили богослужения в израильском народе, основной частью это были вот эти вот жертвоприношения. Что такое жертвоприношение? Ну, это дар, то, что человек приносил Богу дар. Но обязательно важно было принести какую-то ценность, принести то, что представляло ценность для человека. Ну, допустим, если это было животное, это должно быть вашим животным, это должно быть животным из вашего стада. Если это была мука или масло, это мука и масло должны были быть из вашей кладовки. И знаете, вот из книг Ветхого Завета мы знаем, что существовало несколько разновидностей жертвоприношений. Вот были такие жертвоприношения, когда Богу посвящалась только часть жертвы, допустим, внутренние органы. А остальная часть, она переходила к священникам. Но было такое жертвоприношение, которое называлось «все сожжения». Но как раз таки отличалось тем, что вся жертва приносилась Богу. Обычно жертва «все сожжения» она следовала жертве за грех. Получалось следующее. Человек получает прощение грехов. И как благодарность Богу приносит жертву «все сожжения». Жертву, после которой ничего не остается. То есть одна жертва утверждает прощение грехов, а другая показывала благодарность за это прощение. Между прочим, это же повторяется в Новом Завете. А лучше всего заметно при чтении, допустим, послания к римлянам. Вот это вот послание, которое состоит из 16 глав, делится на две основные части. Первая часть этого послания растягивается на 11 глав, где апостол Павел очень подробно объясняет значение спасения человека. А вторая часть, мы ее называем практическая часть, начинается с призова, с похожего призова. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Вы знаете, по-другому христианству понять будет очень трудно. Получая прощение грехов, наше сердце наполняется признательностью. И как мы на это отвечаем Богу? Писание учит нас с вами. То, что сделал Христос для нас, мы делаем для Него. Отдать же Богу жизнь полностью. Посмотрите, Господь никогда это не прятал от человека. Это то, что Он ждет от нас. Мы не хотели, чтобы люди запутались в правильном понимании. У нас с вами не должно быть никаких вопросов о том, кому и сколько мы посвящаем нашу жизнь. Бог, Его праведность, Его царство должны быть на самом первом месте. Давайте еще раз отметим, что это общий призыв. Это отдельные группы, которые обращается Господь с этими словами. То есть призыв охватывает всех нас с вами. Ну, еще один вопрос мы уже с вами заканчиваем. Допустим, как заметить человека, который полностью пожертвовал собой? Как заметить это в жизни? Вы знаете, я думаю, ответ еще на Писание немножко нас с вами удивит, если не сильно, а удивит. Но, допустим, как выглядит человек, пожертвовавший собой для Бога? В действительности все даже очень-очень просто. Это приобретает значение в том, как мы относимся к ближним. То есть пожертвовать собой не нужно торопиться бросить свою работу. Не нужно торопиться уехать в далекие страны и что-то делать великое и огромное. Посмотрите, как пишет апостол Иоанн в 1-м послании, 3-я глава, 16-й стих. 1-я Иоанна 3, 16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Он положил душу, положил жизнь за нас, а мы полагаем жизнь для братьев. Если хотите, признак человека, который пожертвовал себя для Бога – это служение ближнему. Служение ближнему – это признак или проверка самопожертвования. Не торопитесь согласиться со мной и сказать, да, сегодня такого мало. Не пытайтесь понять слова в том, сколько такой любви замечаете вы. Нужно разобраться, сколько такой любви показываем мы, показываю я сам. Знаете, здесь, в Соединенных Штатах, есть несколько очень знаменитых, ну было, очень знаменитых телевизионных проповедников. Вот в этих словах Господа очень, знаете, как некоторым людям легко запутаться. Об отречении себя. Одного из таких проповедников звали Роберт Шулер, Баб Шулер. В видеозаписи проповеди этого человека велись из зданий огромной церкви, которая называется Хрустальный собор в городе Лос-Анджелес. Я думаю, как-то знакомы с этим. Почему Хрустальный собор? Потому что при строительстве было использовано очень много стеклянных блоков. Это здание, вот эта церковь, оно стало достопримечательностью целого города. Между прочим, здание, вот этот Хрустальный собор, как и сам проповедник, Баб Шулер, имеет очень печальную историю. Совсем недавно вот эта церковь, когда-то протестантская, она была продана. Она была продана из-за банкротства этого проповедника, служения, который этот человек нес. Она была продана римской католической епархии города Лос-Анджелеса. То есть такая вот катастрофа постигла этого человека. Ну вот что можно сказать о нем? В далекие 70-е годы этот человек написал книгу под названием «Любить себя». То есть вот как он понимал, христианство, смысл написанного в книге, сводится к следующему. Вот что он говорит. Наши мысли, наши чувства и убеждения по отношению к себе имеют огромную силу. То есть то, что вы думаете о себе, имеет огромную силу. Вот что подчеркивает этот проповедник. И он говорит, это для вас очень важно понять. То есть мы должны иметь здоровую любовь к себе. Вот о чем говорил этот проповедник. Имейте здоровую любовь к себе. Почему? Если у вас не будет любви к себе, вы не можете любить ближнего. Вы не можете давать ближнему то, чего не имеете. И любовь к ближнему, он говорил, что начинается с любви к себе. Как видите, в этом очень легко запутаться. Действительно, если сегодня говорить, вот в нашем с вами обществе, говорить об отвержении себя, говорить о смерти своего «я», нам сегодня подскажут. Это ведет человека к внутренним проблемам личности. То, о чем вы говорите, нам сегодня скажут, разрушает личность. То есть психологическое здоровье, человек этим надрывается. Есть ложные формы многих добрых качеств. Но посмотрите, Иисус подчеркивает, кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет ее. Таким образом, получается совсем обратное. Найти себя, спасти себя мы можем только одним путем. Не в том, чтобы баловать себя или снисходить к себе, а дать себя в жертву Богу. Служить Его интересам. Именно это путь к здоровой личности. Именно это путь, где мы находим себя, но не теряем себя. Братья и сестры, в этом нет риска. Это полнота божественного спасения. Альтернатива у нас с вами остается только потерять себя. Не приобрести, а потерять себя. Я думаю, очень серьезные какие-то слова говорит Господь. Почему? Потому что, Он говорит, есть невозвратимые потери. Оставьте крест в стороне, потеряем все. Оставим крест в стороне, потеряем все. Так человеку очень тяжело расстаться с собой. Это действительно страшная потеря. Последний вопрос, на который мы с вами отметим и будем молиться. Возможно ли этого достигнуть? То есть, когда вроде говоришь как-то, ну, как-то касается, может быть, сердца. Как-то мы с вами понимаем, что это действительно так, да, что все может быть так. Но иногда нам кажется, что все это останется только на кафедре, да, или только с кафедры. Возможно ли этого достигнуть? Или как нам теперь жить? Знаете, вот эти вот слова Господа, любые слова Господа, которые нам очень-очень трудно понять, они ведут нас к следующему. Они открывают нашу страшную нужду. И не только нашу, но нужду любого человека в рождении свыше. Если мы не родимся свыше, братья и сестры, это невозможно. Вот эти вот слова Господа, они как раз-таки подчеркивают нужду каждого человека. Для того, чтобы это было в жизни, нужда рождения свыше. Вот апостол Павел, очень интересно, тоже в послании к Коринфянам, это 2 глава, 5 стих, он пишет вот такой вот призыв, что Христос за всех умер. И вот смысл его смерти, чтобы живущие не для себя жили. То есть вы можете представить, насколько, ну вот, такое я наше, я занимает место в нашей жизни? То есть для того, чтобы вот как-то вот прошла эта перемена, чтобы поменялась ось нашей жизни, Христос должен был умереть. И Павел говорит о том, что живут для Христа только те, кто во Христе новое творение. Именно в этом контексте Павел говорит, кто во Христе, тот новое творение. Так кто же в этом мире живет не для себя, а живет для Бога? Рожденные свыше христиане. Знаете, это милость, это забота Бога по отношению к каждому человеку. Сегодня этот путь открыт к нашему с вами сердцу. Если сегодня мы с вами рожденные, знаете, братья и сестры, очень важно понимать, что это реальность нашей с вами жизни. Это реальность нашей с вами жизни не только цель, братья и сестры, но это путь, которым ведет нас с вами Бог. Он ведет нас с вами именно к этому. Он ведет нас с вами, работает, будет, когда мы с вами спим. Для чего? Для того, чтобы в конце концов вот это вот наше с вами я, ось нашей жизни, оно перестало существовать. Давайте мы поблагодарим за это Бога. Аминь.